Мы сейчас видели, например, лауреат недавний, этого года, Шехман. Он создал то, что называется, он создал и нашел, вернее, то, что называется, явление квазикристаллов. Так у него был, например, весь научный мир был против него. Его выгнали с работы. Его просто выгнали с работы. Ему говорили, что ты позоришь коллектив. Ты посмотри, что в учебниках написано. Этого быть не может. А он продолжал. Естественно, его выгнали, скажет, ты нас, коллектив, ты нас позоришь, ты не можешь у нас больше работать. Он продолжал все равно. Его отказались печатать. Поэтому ему случайно удалось, вернее, не случайно, он был человек с большой силой воли. Он не бросил, несмотря на это, и нашел каких-то соратников, которых уже настолько знаменитых, которых уже не могли не печатать. И вот так вот в конце концов напечатали. И был, например, некрасиво называть его имя, был такой, в общем-то, единственное явление за всю историю, это человек, который, историю науки, который один, единственный, без коллектива какого-то получил две Нобелевские премии. И вот этот человек сказал, что, собственно, то, что говорит Шехман, это быть не может, естественно. И что вообще кристаллов неправильных не бывает, бывают неправильные ученые с неправильными головами, скажем так. То есть, в конце концов, когда все-таки это пришло, даже этот бедняга скончался так, и не признав свою ошибку. После того, как его все признали, он все-таки остался при своем. Маленький эгоизм на что-то делать. Да, ну, понимаете, какое сопротивление. Сопротивление. А это одна из самых интересных вещей, потому что получается, что у нас есть как будто бы стык между живым и неживым, вот эти квазикристаллы. У них есть свой, то есть, это как будто бы неживое, но у него есть как будто... И спосторонняя сила, которая удерживает их в неправильном состоянии, как бы. Да, да. Дополнительное, следующего уровня. Да, 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 высшего, потому что у них есть то, что называется отдаленное планирование. То есть, там, когда кристалл не растет просто так, как обычный, так сказать, ширь там или высоту, а он должен для того, чтобы они растут, зная, как будто бы, что должно быть на следующей стадии. Через несколько ступеней. Да, через несколько ступеней, да. Поэтому выглядит совершенно ненаучно, непонятно. Абсолютно, да. Наука к этому не похожа. Там вот квантовой физики, мы что-то такое знаем, но все равно, но оно в кристаллах, это же просто абсолютно невозможно. Да, да, поэтому вот... И вдруг оказывается, что там вроде бы тоже как бы полуживой мир. Да, то есть, главное, что связано, то есть, живое связано каким-то образом. Вы понимаете, это все-таки большой прорыв в парадигме, вообще во взгляде на природу, потому что вдруг ты говоришь о том, что в неживой природе могут быть явления, предусматривающие развитие на несколько ступеней дальше. То есть, здесь уже есть какое-то планирование со стороны неживой природы, или это какая-то огромная система, в которой существует вообще какая-то мысль, замысел, начало и конец. И вообще, откуда есть мысль, разум в кристаллах, то есть, это совершенно, конечно, неестественно для человека, для ученого нашего времени пока еще так думать. Да, естественно, скажем, ну, я бы сказал, что не мысли в кристаллах, а в том процессе, который их создает и который их развивает. То есть, если не в них разум, то в них. Ну да, да, то есть, тот разум, который ведет вот весь этот процесс. Вот, и это, естественно, людям современной науки, им это кажется очень... Хотя, я должен сказать, что это все-таки есть, есть, но это, к сожалению, это единицы, которые видят это, они действительно, то, что я бы сказал, настоящие ученые, которые хотят действительно понять, что происходит.